Президент Лукашенко улетел недавно в Россию. Во время прибытия на встречу глав стран СНГ президент Беларуси приехал на автомобиле, за которым заметили карету скорой помощи. Как уверяется, это стандартная процедура, но некоторые эксперты увидели в этом болезненное состояние Лукашенко. Кстати, это заняло у него много времени и труда. Тяжелее всех он поднялся по ступеням. Их было 8 или 10. Долго и упорно. Можно предположить, что аргумент о том, что у него проблемы с суставами, небезоснователен. Лукашенко уже два года путешествует с усиленной бригадой врачей. На то есть причины. Все написано на его лице. Говорят, что не только с коленом, но и с сердцем плохо. Поэтому рабочее время один день через день. Президент быстро устает. Перед началом личных переговоров в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин лично встретил и забрал своего белорусского коллегу. Также была опубликована фотография, на которой Путин приветствует Лукашенко, когда тот выходит из Мерседеса. Встреча президентов в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге уже подошла к концу. На это ушло 3 часа. Президент Беларуси и его российские коллеги договорились о проведении совместных военных учений на территории Беларуси. Лукашенко поблагодарил Путина за его поддержку в тяжелый год санкций и коронавируса и пообещал, что Беларусь не останется в долгу перед россиянами, предложив сотрудничество в военной сфере. «Я лично вам очень благодарен, прежде всего за то, что вы сделали для Беларуси, и за поддержку, которую вы нам оказываете, поддержку в этот тяжелый момент санкций», — сказал Лукашенко Путину. «Западные страны продолжают нас душить. Они уже ввели пять санкционных пакетов и говорят о шестом. Эти санкции глупы и бесполезны», — добавил Лукашенко в телевизионных комментариях. «Беларусь обязана своим ростом ВВП России в значительной степени и частично своим международным друзьям», — сказал Лукашенко, добавив, что беларусы не останутся в долгу перед Россией. Лукашенко предложил провести совместные военные учения на территории Беларуси, заявив, что это пойдет на пользу отношениям двух стран. «Как вы предложили, в начале года мы провели учения. Военные согласуют с датами. В марте, в феврале, я не знаю, когда они решат их провести», — отметил Путин. К слову, российские и белорусские лидеры подписали серию дорожных карт, направленных на углубление интеграции двух соседей в рамках многолетнего плана создания союзного государства. В документе в основное внимание уделяется экономическим и регуляторным вопросам, включая общую политику в области налогообложения, банковского дела, промышленности, сельского хозяйства и энергетики. Кроме того, лидеры двух стран одобрили совместную военную доктрину.